Друзья, у меня дядя в свое время такую интересную фразу сказал. Есть те, кого имеют, и есть те, кто имеют. В сегодняшнем видео мне хотелось бы поговорить, чем одно отличается от другого и как перейти из состояния тех, кого, в состояние тех, кто. Нужно, конечно же, для этого развивать финансовую грамотность, нужно повышать уровень своего интеллектуального капитала в понимании того, что такое деньги, откуда берутся деньги, что нужно делать для того, чтобы денег все-таки было больше. Почему я об этом говорю? Потому что у меня, наверное, как и у Роберта Киосаки, в свое время был богатый папа и бедный папа. Причем этими папами были мои дяди. Оба росли в Советском Союзе, но в 90-х годах произошел кардинальный слом. И один говорил о том, что происходило в 90-х годах. Шоковая терапия, гиперинфляция, развал Советского Союза. Говорил, что это все плохо и в Советском Союзе было хорошо. Другой человек говорил наоборот, что мы идем в рыночную экономику, и в принципе это замечательно, потому что если ты предприниматель, если ты развиваешься, то у тебя возникают шансы для того, чтобы стать финансово независимым и свободным. Я не хочу давать оценку сейчас тому, что было в Советском Союзе, что было в 90-х годах или что происходит сейчас. Я просто могу задаться вопросом, которым задавался я, когда я разговаривал с бедным папой. Я говорил, окей, хорошо, тогда было все замечательно. Вы строили коммунизм, и вы шли на пути к созданию всеобщего блага. Что делать сейчас мне? Потому что все основы подорваны. Я не понимаю, что мы строим, что строит наша страна. Я не понимаю, куда мы идем. Богатый папа дал мне основу для этого. Здесь я выступлю, наверное, в роли некого такого богатого папы. Будем развивать уровень финансовой грамотности, отвечая на типовые вопросы, которые возникают у людей, которые начинают свой путь в инвестициях, хотят повысить уровень своих компетенций в теме личных финансов. Что нужно учитывать, как, почему и зачем. Надо ли ввести бюджеты, как правильно? Вообще само по себе бюджетирование, оно предполагает, во-первых, управление своими финансовыми потоками. Если ты их не считаешь, то ты ими не управляешь. И, соответственно, у тебя получается как бы наобум. Я не призываю к тому, что нужно прям каждый чек заносить. Это идеально, но это просто вопрос времени. Но, тем не менее, основные статьи расходов, их нужно бюджетировать, их нужно планировать. Сейчас я покажу, как я веду свой бюджет, который у меня занимает не больше 15 минут в месяц. Достаточно просто, но при этом позволяет более эффективно распоряжаться своими собственными деньгами, избегать эмоциональных качелей. В доходной части мы указываем доходную статью. Обычно здесь проблемы не вызывают. Все расходы разбиваются на постоянные расходы. Школа, садик, коммуналка, аренда дома, в котором живем. Есть постоянные расходы, но в процентах. Для меня это благотворительность, это отчисление на инвестиции непосредственно себя в финансовый капитал и инвестиции в интеллектуальный капитал. Но остальное, соответственно, то, на чем живем, это остаются переменные расходы. Они зависят от того, какой уровень дохода. Питание, автомобиль, развлечение, обустройство дома. Будет подарки. Откладывание на отпуск, на отдых. Непредвиденные расходы. Налоговые отчисления, которые платятся. Соответственно, у нас есть бюджет, который мы планируем в течение месяца. И у нас есть фактические траты, которые мы произвели. В последних числах месяца мы, соответственно, смотрим, что у нас происходило с бюджетом. Выполняется, не выполняется. Перевыполняется где-то, что касается расходов. Какая причина перерасхода. И, соответственно, что мы с этим будем делать. То есть, или компенсируем эти расходы за счет других статей бюджета, или, соответственно, их перекрываем путем увеличения своего активного дохода, который будет в следующем месяце компенсирован. Есть отдельная карта, по которой проводятся все основные траты, для того, чтобы это можно было удобно отслеживать. И, соответственно, в рамках карты есть распределение по категориям, то есть, на что происходили траты. И они вносятся достаточно легко. Здесь никаких проблем это не вызывает. В конечном счете, что это позволяет сделать? Это позволяет свериться с планом. Соответственно, этим планом мы разрабатываем стратегию. И что непосредственно нужно сделать для того, чтобы этот план выполнить? Наше волновое потребление. Пришла зарплата, потратили много. Потом зарплаты не хватаем. И мы до зарплаты начинаем снижать наше потребление. То есть, гладить этот горб, чтобы у нас потребление в течение месяца было равнозначным. Мы бюджетируем изначально денежные средства, которые направляем на инвестиции и обеспечение финансовой безопасности. Дополнительно сейчас, вот именно в текущий момент, у нас высокие процентные ставки Центрального банка. У нас высокая привлекательность накопительных счетов банков по остаткам. И здесь получается, что если ты бюджетируешь свои траты в течение месяца, у тебя деньги в этот промежуток времени могут работать и приносить какой-то дополнительный доход. И здесь же, кстати, можно использовать в том числе и льготный период кредитования. Но здесь важна дисциплина. Дисциплина откуда берется? Берется из управления, из учета ваших текущих доходов и расходов. Хочешь, соответственно, жить стабильной жизнью, хочешь иметь денежные средства на инвестиции и их откладывать. Хочешь получать дополнительный доход, помимо активного дохода, который получаешь в качестве заработной платы. Все это позволяет сделать введение бюджета, на основе которого уже мы разрабатываем долгосрочную стратегию своей финансовой свободы. Что делать, если расходы превышают доходы? Сделать так, чтобы доходы превышали расходы. Ну, то есть, здесь достаточно просто. Первое, это в любом случае сокращение расходов. Мозг, он хочет тратить, он хочет вкусняшки, он такой некий ребенок, да, то есть, он постоянно находится в фокусе потребления. Здесь нужно самому с собой договориться, да, мы сейчас себе отказываем в потреблении для того, чтобы в будущем им быть финансово свободным. И это не значит, что мы себе абсолютно во всем отказываем, это значит, что мы приходим к ситуации, ну, во-первых, комфортной жизни, да, потому что в любом случае тебе выпадающую разницу между твоими тратами и доходами, если она отрицательная, ее надо где-то брать. Деньги всегда вы получаете, если это не активный доход и вы не можете увеличить активный доход, то они берутся на условиях возвратности, платности, срочности. Берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда, и здесь нужно понимать, что тогда вы всегда будете в состоянии долговой ямы, то есть, вы всегда будете должны. И начиная от уровня энергии, постоянно быть кому-то должным, заканчивая тем, что вы за это переплачиваете, то есть, у нас нет денег на развитие, у нас нет возможности высвободить время для того, чтобы повышать собственную продуктивность, потому что мы вынуждены зарабатывать, отдавать то, что потрачено, зачем себя загонять в такую яму. Внимательно посмотрите на свои расходы, постоянные расходы вы отменить не можете, поэтому с этим ничего поделать нельзя. Можно только с переменными расходами. Если ты не заработал на автомобиль, значит, паркуешь автомобиль, ставишь его и передвигаешься на общественном транспорте. Если ты не заработал на телефон, значит, отказываешь в кредите, то есть, пока его не покупаешь, пока ты не выйдешь в состоянии платежеспособного спроса. Поэтому мы и говорим, что есть расходы переменные, которые берутся в процентах. И когда ты забюджетировал, все, ты не выходишь за этот лимит. Если будут забюджетированы, в том числе, погашения кредитов, у меня просто этого нету. Но это относится к постоянным расходам, то есть, мы от этого отказаться не можем. Если они не забюджетированы, мы будем оказываться в ситуации, что мы их не выполняем. Первое, с чего мы начинаем, сокращение расходов. Второе, над чем мы думаем, увеличение доходов, в том числе, бюджетирование. Это парковка денег на каких-то накопительных счетах. Сейчас это, опять же, уникальная ситуация, что текущая ставка, например, по банковским депозитам, она позволяет, при прочих равных условиях, если кредиты ранее взяты под более низкую процентную ставку, получать какую-то положительную разницу. То есть, не идти на досрочное погашение, потому что, если, например, кредит взят под 15%, а вы его досрочно погашаете, в то время как процентная ставка на накопительном счете 21-22%, то в этом случае, если вы погашаете этот кредит, то вы для себя имеете доходность 17%, ставка по кредиту, которую получили, а в банковском депозите вы можете получать более высокую доходность. И поэтому просто туда откладываем дисциплинированно сумму, которая позволит в дальнейшем, когда произойдет снижение процентной ставки до ставки кредита, перейти и закрыть этот кредит за счет дохода, полученного от банка, а не от своего собственного дохода. Если расходы превышают доходы, что делать? Направлять денежные средства на инвестиции. Если нет денег, которые направлять на инвестиции, активно думать над тем, каким образом увеличить свой активный доход. Много есть рекомендаций по этому поводу изучить тематику, как я могу при своей квалификации получить более высокую заработную плату. Ничего страшного нет. В России сейчас низкий уровень безработицы, компании борются за рабочие руки, за рабочие места. Просто элементарно разместите свое собственное резюме, в котором желаемая заработная плата будет на 30-50% выше, чем вы получаете сейчас. И смотрите, каким образом будете получать отклики. Вот такие рекомендации. Сколько денег нужно, чтобы была подушка безопасности? Обычно это звучит как 6 ежемесячных расходов. То есть уровень финансовой безопасности формируется, когда у вас есть сумма денег, которая лежит консервативная, которая лежит надежно, не подвержена риску. Есть более глубокое распределение, есть такое понятие финансовый. НЗ, неприкосновенный запас, он лежит в наличных рублях, лежит дома и равен сумме двух постоянных ежемесячных расходов, от которых вы не можете отказаться. Платежи по кредитам, арендные платежи. Для чего это нужно? Когда происходит какое-то непредвиденное событие, я не знаю, там бытовая техника сломалась, заболел кто-то, еще что-то. Вот мы вот этот неприкосновенный запас для этого используем. Мы его тратим в случае какого-то резкого непредвиденного события, но тут же компенсируем, стремимся как можно быстрее закрыть. И это небольшая сумма. Второе, это, соответственно, финансовый резерв, который составляет три таких суммы постоянных ежемесячных расходов. Ну и финансовая безопасность, здесь уже идет градация, потому что у каждого человека может быть персональная ситуация. Есть очень много статей, которые говорят о том, что цифра может быть увеличена. Одно дело, когда у тебя фиксированная заработная плата, она стабильная, ты ценный сотрудник, и тебя вряд ли уволят в случае сокращения штата, а другое дело, когда ты фрилансер, работаешь сам на себя, у тебя нестабильные потоки, то в этом случае ты увеличиваешь финансовый резерв. В моей ситуации этот показатель составляет 12 ежемесячных расходов. Более подробно я рассказываю вот в этом видео, каким образом формируется подушка финансовой безопасности, какие критерии нужно учитывать и как ее сформировать для себя. В каких случаях можно брать кредит? Существуют так называемые высокоранговые и низкоранговые цели. То есть низкоранговые цели, те цели, которые распадаются со временем, и чем быстрее они распадаются, тем ниже у них ранг. Лично я считаю, что кредит можно брать на покупку высокоранговых целей, а критерии высокоранговой цели, высокоранговой траты, если я потрачу эти деньги, создаст ли мне эта трата еще больше денег? Можно взять даже кредит и вопрос, на сколько разница будет. К примеру, я беру кредит для того, чтобы пополнить оборотный капитал бизнеса, рентабельность которого 20%, а кредит составляет 25%. То есть здесь тоже нужно понимать, что доходность вложения выше, чем стоимость обслуживания этих денег. Особенно сейчас, да. Центральный банк повысил процентную ставку, банки повысили ставки кредитования. Нужно очень внимательно смотреть, куда использовать кредитные деньги. Как защитить свои деньги от инфляции? Что такое инфляция? Цена товаров растет по различным причинам. Первой причиной является то, что увеличиваются издержки на производство цены товара. Во втором случае увеличивается покупательский спрос. То же увеличение покупательского спроса может происходить по абсолютно различным причинам. В конечном счете это влияет на цену товара. И если мы хотим защитить себя от инфляции, мы должны вот в этой цепочке быть каким-то звеном, который влияет на цену товара. Если мы являемся работниками или если мы являемся предпринимателями, то мы соответственно несем какую-то потребительскую ценность. Мы эту потребительскую ценность создаем. Безусловно, я работник, я работаю своими руками, своими мозгами над каким-то проектом и создаю какой-то товар или часть этого товара. Если у нас происходит инфляция, цена этого товара растет. А я создаю этот товар. Каким образом защитить свои деньги от инфляции? Ответ на этот вопрос заключается в том, что ты должен быть в идеале незаменимым звеном вот в этой производственной цепочке, которая влияет на создание ценности этого товара. И чтобы, например, у собственника или менеджера, в группе которого ты работаешь, он понимал, что без тебя этот товар или не произведется, или количество производимого этого товара уменьшится, или качество этого производимого товара уменьшится, или вообще ты человек, который постоянно приводит к тому, что товаров таких производится больше, и они более высокого качества. Кто-то ждет, да, там, ответы на вопрос «вложите в недвижимость», «вложите в акции», «вложите еще во что-то». Ключевой безопасностью является то, что быть незаменимым человеком в создании того товара, который ты создаешь в настоящий момент. Если человек работает дворником, и тогда возникает вопрос, какой товар или услугу он производит, можно его заменить? Можно. Легко? Легко. Тогда надо что-то менять. И, соответственно, постоянно повышать. То есть по этой внутренней лестнице расти в такой диапазон, что ты становишься незаменимым человеком в этой производственной цепочке. Знание образования впрямую влияет на количество, качество производимой потребительской ценности у человека. И чем больше он ее создает, тем больше он защищается от инфляции. Пример привожу. Условно. Я вхожу в 1% менеджеров, которые выполняют 50% плана. По продажам, например. То есть я никогда не переживал за инфляцию, например, находясь по найму. По прошествии 2-3 лет я в компании стал человеком, который выполняет, перевыполняет всегда план. Во-первых, самое последнее, что меня уволят, потому что передо мной еще есть 10 человек, которые эту же самую работу за то же количество времени выполняют хуже. Я понимаю, что я могу вести диалог в плане повышения заработной платы, потому что у меня есть аргументация. Вот есть 10 человек, есть условно я один, который делает там результаты 2-3 человек. Я понимаю, что как минимум даже в фиксированной заработной плате я должен получать не меньше. Если я понимаю, что, например, высокая инфляция, я спокойно могу прийти к работодателю и сказать, что я хочу, чтобы мою заработную плату индексировали как минимум на уровень инфляции. Сам являясь собственником бизнеса, я тоже смотрю на эффективность сотрудников. То есть кого я меняю, зачем я меняю, и кого я продвигаю, кому я плачу более высокие деньги, которые бы компенсировали инфляционную составляющую. Все остальное это от лукавого. То есть люди попадают в историю одурманенной случайностью. То есть у них есть прошлый опыт, недвижимость вот растет. То есть люди последние 3-4 года живут в парадигме, что недвижимость постоянно растет. Объяснять этим людям, что это не факт, что недвижимость спасет от инфляции, показывая, что во всем мире в среднем недвижимость растет на уровень инфляции, какой-то дополнительный доход не образуется. Но опять-таки это не происходит постоянно, бывают периоды спада. Расскажите вон любому человеку, инвестору в рынок недвижимости Японии или в рынок акций Японии, когда в 90-х годах выросли в разы просто. Люди жили 10 лет в растущем рынке недвижимости, в растущем фондовом рынке. Они непосредственно покупали. В конечном счете до сих пор цены на недвижимость в Японии, они не достигли тех пиков, которые они достигли в 90-х годах. Произойти может всякое. Прочитайте две книжки. «Черный лебедь. По знакам непредсказуемости Насима Талеба» и «Иррациональный оптимизм Роберта Шиллера». Для понимания, каким образом происходит рост пузырей и как они непосредственно лопаются. И тогда вы избежите большинства ошибок в плане потери своего капитала. Краткий вывод, друзья, какое можно сделать в условиях турбулентности, в условиях неопределенности. Становится, во-первых, сложно принимать решение. Абсолютное большинство ошибок, которые допускает человек, является прошлый опыт. То есть мы не готовы идти в новый опыт. И любые попытки посмотреть на какой-либо вопрос с другой точки зрения, мы его отбраковываем, мы не смотрим. Потому что считаем, у нас есть собственный опыт и не надо никого слушать. То, над чем стоит думать сейчас, это вопрос быть более гибким, быть более эластичным, развивать собственное мышление. Каким образом мы можем застраховаться от событий, которые не прогнозируются, не анализируются, но оно может наступить. Вот в настоящий момент, давайте посмотрим, все в один голос, я тоже, кстати, отношусь к этой же категории людей, все заявляют о том, что вещи, которые лежат на поверхности, что у физических лиц много депозитов, что когда-то эти депозиты начнут выходить в сторону употребления и что это приведет к высокой инфляции. И все с пены у рта начинают думать, бегать в попытке найти инструмент, который позволяет защитить от инфляции. Где вы в современном информационном пространстве, кроме нашего канала, услышали о том, что безопасностью является создание большей потребительской ценности. Поэтому, во-первых, исходя из этого, друзья, я хочу призвать вас подписаться на канал обязательно. Второе, ссылка в описании ниже, есть мастер-класс о школе развития Максима Петрова, в котором как раз-таки мы занимаемся развитием гибкости нашего ума. И зарабатывание нашего капитала, оно строится не на том, чтобы выбрать какой-то отдельный класс активов и начать в него инвестировать, а на том, каким образом мы можем повысить общую свою производительность и продуктивность. То есть, каким образом мы можем увеличить активный доход. Каким образом мы можем избегать большинства конфликтов на уровне коммуникации, которые в нашей жизни занимают очень много времени. Как определить эффективное время, в результате которого ты создаешь потребительскую ценность. Как сделать, чтобы больше времени заниматься именно вещами, которые создают большее количество денег. Основная задача школы развития заключается в том, что получить инструменты, которые позволяют увеличивать активный доход минимум на 50% в год. Если хотите узнать об этом более подробно, ссылка в описании, проходите, смотрите, присоединяйтесь, с удовольствием готов буду вас этому обучить.